Добрый день, Гритчин Николай, редактор журнала «Деловой крестьянин». Мы из студии издательского дома «Крестьянин». Мы проводим встречу с компанией «Еврохим» и говорим о нашем проекте «Кукурузный пояс России». И говорим о том, как получить высокий урожай и хорошую экономику при выращивании вот этой культуры. Добрый день. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Мария Визирская. Я руководитель направления агрохимического сервиса компании «Еврохим». И сегодня я отвечу на вопросы Николая по возделыванию кукурузы. Да. И начнем с такого вопроса. Какой порядок подбора удобрений для кукурузы с учетом выноса питательных веществ этой культуры? Дело в том, что на юге России разброс по урожайности довольно велик. Есть хозяйства, которые получают и 35 центнеров кукурузы с гектара. А есть хозяйства, которые на поливе получают и 160-150 центнеров кукурузы. И вот как учитывать все эти обстоятельства при подборе удобрений. Спасибо за вопрос. Чтобы мне было нагляднее на него отвечать, я покажу слайды. Я не буду показывать всю презентацию, просто покажу слайды, которые продемонстрируют то, что я хочу коммуницировать. Это действительно так. Если мы говорим в масштабе южного региона нашей страны, то даже здесь, несмотря на схожесть агроклиматических условий, мы имеем огромное почвенное разнообразие. И по факту действительно урожайности кукурузы могут глобально отличаться. Поэтому первое, на что стоит ориентироваться, да, это безусловно вынос. Вот сейчас на ваших экранах таблица, которая как раз-таки показывает вынос кукурузы. То есть здесь мы наглядно можем видеть, что это культура, которая требует большого количества азота, требует фосфор. И также кукурузе нужно достаточно много калия, о котором часто несправедливо забывают. Кроме того, этой культуре нужны мезоэлементы. Это сера, магний, кальций в небольших количествах, но, тем не менее, они могут значительно лимитировать урожайность. Поэтому, если мы понимаем вынос, то, в принципе, мы это можем понимать из каких-то литературных данных производителя. Семян часто также предоставляют такую информацию. То вторая часть вопроса, которую нужно изучить обязательно, это то, что у нас с вами есть в наших почвах. Потому что мы не можем подобрать удобрения только по выносу. Нам нужно понимать, что уже есть. Например, зачастую классическая схема питания кукурузы, она строится на применении амофосов при посеве или перед посевом и подкормками азотными удобрениями. Но если мы посмотрим на вынос, то кукурузе требуется порядка 170 кг калия. Это достаточно большое количество, безусловно, калия. И если его не вносить, и если в почвах его мало, то, конечно же, мы не можем получить необходимую и желаемую нами высокую урожайность. Поэтому обязательно продукты нужно подбирать не только с учетом выноса, но и с учетом того, что у нас уже есть в почвах. Второй момент. Кукуруза – это та культура, которая любит достаточно нейтральные почвы. Я покажу это на этом слайде, что я хочу сказать. То есть для нее оптимальный pH – это достаточно нейтральный, в среднем где-то 6-6,5. То есть нужно понимать, что если мы вносим физиологически кислые удобрения, то это может негативно влиять на развитие растения, а также снижать доступность элементов питания. Опять же, здесь на этом слайде вы можете видеть такую достаточно условную таблицу, которая показывает снижение доступности элементов питания. При уменьшении pH почвенного раствора. Чем кислее почвенный раствор, тем, к сожалению, меньше эффективность корневого питания и меньше доступность элементов питания. Как мы можем решить эту проблему? Я думаю, что все знают, что большинство удобрений физиологически кислые, в частности, это, например, азотные удобрения. Если мы знаем, что у нас есть такая проблема, то мы можем использовать физиологически нейтральные удобрения, которые не будут приводить к подкислению. Например, это удобрение азотно-известняковое, которое очень хорошо зарекомендовало себя в тех регионах, где мы работаем как раз таки с кислыми почвами. Поэтому, так, немножко срезюмирую. Получается, что, безусловно, мы должны ориентироваться на вынос и смотреть, что необходимо нашей с вами культуре. Второй момент, чтобы удовлетворить потребность культуры в этих элементах питания, мы должны понимать, что есть у нас в почвах. То есть обязательно нужно сделать агрохимический анализ на основные элементы питания и pH. И вот следующий момент – это обязательный учет pH почвы и подбор тех удобрений, которые не будут негативно на него влиять. Ясно, очень существенно. Многие хозяйства действительно этим и занимаются, в том числе и доводят до нейтрального уровня pH почвы, вот в том числе и из участников нашего проекта. Есть хозяйства, которые этим занимаются. Они рассказывают, как они это делают. И это помогает им получать высокие урожаи. Хорошо. Следующий вопрос. Вот КАС-32 – популярное удобрение. И что важно знать о способах внесения этого удобрения под кукурузу? Пожалуйста, Марина. Мария. Смотрите, при работе с КАС-32 очень важно понимать, что, безусловно, это жидкое азотное удобрение. Тут уже никого не удивишь. Все, кто так или иначе сталкивался, понимают, что при работе с жидким азотным удобрением требуется определенная техника. Самый простой вариант, который есть в любом хозяйстве – это опрыскиватель. И здесь у нас есть два варианта работы. Во-первых, мы можем отработать КАСом до того, как кукуруза взойдет. Важно понимать, что кукуруза – это растение, которое достаточно чувствительно к воздействию КАСа. КАС может вызывать ожоги. Если азимая пшеница хорошо реагирует на чистый КАС до конца фазы укущения, то у кукурузы нет таких фаз, в которые она была бы к КАСу толерантна. То есть нам в любом случае нужно вносить КАС либо до того, как культура взошла, либо использовать специальную технику, которая позволит внести КАС таким образом, чтобы раствор не попадал на лист. Получается, у нас как бы два окна внесения КАСа. В южные регионы многие, например, Ставропольский край, многие наши клиенты так делают, они вносят КАС-32 после посева. То есть когда культура еще не взошла, никаких листьев еще нет, все еще безопасно работать данным продуктом. Из-за того, что в том числе они опасаются, что на более поздних периодах может не быть влаги для гранулированных удобрений, и что ранний период – это самый оптимальный период времени, когда вообще азотное удобрение может и в почву проникнуть, и подпитать растения. Это ранние периоды, они вносят КАС после посева. Вторые варианты внесения – это работа со специальной техникой, которая позволит сработать по вегетации. Это либо междурядные культиваторы, которые будут носить КАС внутри почвена, и, между прочим, это самый оптимальный способ внесения вообще любых азотных удобрений. Конечно же, эффективнее всего удобрение работает тогда, когда оно внесено непосредственно туда, где находится основная часть корней растения, когда ему не придется больше передвигаться, особенно когда мы говорим о засушливых регионах. Понятно, что такая техника, она есть не у всех, и по кукурузе есть определенные ограничения, когда ей можно сработать. Пока культура еще не слишком высокая. Другой технический способ, который позволяет внести КАС по вегетирующей кукурузе – это опрыскиватель, оснащенный шлангами и удлинителями. Есть ряд компаний, которые эти удлинители делают. Эти удлинители позволяют зону внесения КАСа опустить ниже, то есть к основанию растения, максимально после почвы. Это позволяет избежать попадания раствора на лист и способствует его внесению непосредственно на почву. Да, интересно. Хорошо. Вот что касается использования КАСа в сочетании с другими препаратами в баковых смесях. Часто обсуждается такая тема, насколько сочетаются эти препараты с КАСом-32. И второй момент – обязательно ли сочетаются только с препаратами одной конкретной фирмы или сочетаются с любыми препаратами разных фирм? Вот как здесь поступить, чтобы не ошибиться и не навредить? Смотрите, мы в своих опытах тестировали совместимость КАСа. Не могу сказать, что со всеми существующими препаратами, но тесты были. Мы тестировали с биопрепаратами, со средствами защиты растений и с микроудобрениями. Совместимость хорошая. Мы смотрели также выживаемость микроорганизмов в баковых смесях КАС. Важно понимать, что это должен быть неконцентрированный раствор, то есть это порядка 200 литров воды, 15 литров КАСа. Это такой оптимальный состав баковой смеси для листовой обработки совместно с другими препаратами. Такой раствор, в принципе, большое количество хозяйств таким способом работает. Они совмещают в одной баковой смеси КАС, СЗР, часто фунгициды или инсектициды, а также в основном препараты на основе микроэлементов для проведения листовых подкормок. Тут как бы есть такой хороший, назовем это модным современным словом, лайфхак – азотные удобрения при применении по листу совместно с микроэлементами повышают их усвоение листовой поверхности. Поэтому вот такая совместная баковая смесь, она способствует тому, что все усваивается несколько лучше, чем при внесении по отдельности. А тут, конечно, еще очень важно соблюдать правила внесения. Они при работе баковой смесью никак не отличаются от правил внесения средств защиты растений. То есть это обязательно работа в прохладных условиях, в вечерние или утренние часы, отсутствие прямых солнечных лучей, потому что это может вызвать просто солнечный ожог, а не химический, и его можно легко спутать. Ну и, соответственно, подбор времени так, чтобы после вашей обработки сразу же не пошел дождь, потому что тогда все просто смоется и будет бесполезно. Да, хорошо. Скажите, Мария, вот в последние годы, особенно на юге России, возникают стрессовые ситуации для растений. Они связаны как с летней жарой, усиление, увеличение температур плюсовых. И второй фактор, хотя это и весной тоже случается, жара наступает весной, и второй фактор – это возвратные холода, как это вот было год назад, скажем, и были сложности и неприятности у аграриев. Какие решения предлагает ваша компания для стрессовых ситуаций, как их можно преодолеть на кукурузе? Хорошо, давайте тоже верну демонстрацию экрана, чтобы она мне немного помогла ответить на этот вопрос. В нашей линейке есть водорастворимые удобрения Аквалис для листовых подкормок. Как правило, именно листовые препараты хорошо помогают справиться с различными негативными факторами и помочь растению их пережить. Но, безусловно, нужно понимать, что это должно накладываться на хорошее почвенное питание. Нельзя заменить листовыми подкормками и всё остальное. Листовые подкормки – это, скажем так, способ пережить и помочь растению, а не способ заменить всё остальное. Если мы будем говорить о первой части вопроса и о возвратных заморозках, вообще о низких температурах, то покажу вот этот слайд, немножко для другого его вставляла. Но если мы обратим на середину этого слайда, то мы можем увидеть, как выглядят характерные признаки дефицита фосфора. Как это относится к возвратным заморозкам и низким температурам? На ранних фазах развития кукурузы очень часто бывают условия, когда температура понижается. И температура почвы опускается меньше 10 градусов. Для кукурузы это достаточно страшно, потому что она растёт активно, а при температуре менее 10 градусов корневое питание перестаёт работать. И даже если мы подали через почву необходимое количество фосфора, мы можем наблюдать вот эти вот картины с дефицитом этого элемента, потому что он в почве есть, но пока усвоиться не может из-за того, что холодно, были какие-то заморозки и прочее. В этот период растению хорошо помогают листовые подкормки водорастворимыми препаратами, содержащими фосфор. В нашей линейке, как раз-таки вот сейчас показываю его, есть препарат 13-40-13. Это вот именно то, что помогает кукурузе пережить возвратные заморозки, низкие температуры на ранних фазах развития, дать старт для хорошего развития корневой системы, и тем самым не пропустить этот очень важный период вегетации в развитии культуры и не потерять урожайность. Второй вопрос, который был, это как пережить жаркие условия. Здесь хочу сказать, что в принципе, к сожалению, минеральное питание, оно может помочь немножко растению справиться с засушливыми и жаркими условиями, но при каких-то уж очень экстремальных воздействиях минеральное питание не поможет, нужно решать вопрос по-другому. Я продемонстрирую потом это на слайдах. Но если у нас есть какой-то кратковременный период, мы вообще находимся в южном регионе, где на самом деле достаточно активная солнечная радиация в течение дня, и в принципе растения, даже при нормальном содержании влаги в почве, тем не менее, достаточно тяжело выдерживать это солнечное воздействие, потому что активно идёт транспирация. Что мы можем сделать в таких условиях? В таких условиях мы можем внести по листу удобрения, которые содержат большое количество калия. В нашем портфеле это как раз-таки калийные марки Аквалис. Подойдёт 6,14-35 или 3,11-38. Помимо азота, фосфора и калия, они содержат ещё и серу, что также может быть важно на, скажем так, второй половине вегетации кукурузы, когда растение начинает формировать свои генеративные органы, то есть необходимый нам урожай. На этом этапе часто бывает нехватка именно серы, потому что она в растении не перемещается. Если растение её усвоило на ранних этапах своего развития, а потом в почве вдруг серы не стало, что бывает, к сожалению, часто, то как раз-таки листовые подкормки эту ситуацию вытягивают. А калий способствует тому, что растения лучше переживают засуху, потому что калий помогает закрывать устицу и тем самым не допускать лишнюю потерю влаги. Хотела показать ещё слайды, чтобы проиллюстрировать эту картину, что, к сожалению, если у нас очень жарко, то здесь, конечно, нужно решать вопрос по-другому. Листовые подкормки могут помочь, но справиться с ситуацией они не помогут. Это у нас в прошлый год, Воронежская область, там у нас были в летний период, наверное, как и во многих регионах России, в прошлом году был засушливый период, достаточно длительный. И, в принципе, как бы это тот регион, где собирают действительно хороший урожай кукурузы, но из-за того, что была нехватка влаги, данное хозяйство, вот в опыте, оно собрало всего порядка 40 центнеров. Здесь у нас была протестирована система листовых подкормок, две листовые подкормки, марка 13-40-13, марка 18-18-18. И подкормки эти, да, они обеспечили прибавку, но эта прибавка небольшая, всего порядка полутора-двух центнеров. Это всё равно всё ещё экономически оправдано, потому что цена на кукурузу была хорошая, а листовые подкормки – это достаточно недорогой инструмент. Но, тем не менее, это не такая большая прибавка. В то же время есть опыты, где мы работали на системе полива. Это у нас Ставропольский край. По Ставропольскому краю в прошлом году была, я бы сказала, действительно тяжёлая ситуация, но там, где был хороший полив, хозяйства прекрасно справлялись с этой ситуацией. Ну и, соответственно, это пример такого хозяйства. Они собрали порядка 120 центнеров. И там, где на их систему питания мы накладывали листовые подкормки аквалисами, здесь у нас было три подкормки, они могли ходить опрыскивателем и в более поздние фазы. Здесь прибавка уже составила 4000 рублей, если в деньгах, и 4 центнера, если мы говорим об объёме. Вот, соответственно, это как бы уже такие приятные цифры. То есть нужно понимать, что листовые подкормки, они работают, но максимально эффективно они работают, когда другие условия у нас достаточно оптимальны. Ясно. Мария, спасибо. Надеюсь, что ваши экспертные рекомендации помогут нашим аграриям получить в нынешнем году достойный урожай королевы полей, как её когда-то называли в Советском Союзе. Спасибо за интересный разговор. Удачи вам. Спасибо вам за замечательные вопросы. И желаю удачи нашим аграриям в этом году. Надеюсь, что он будет лёгким и урожайным. Да, спасибо.